Мы ведем репортаж еще из одной замечательной бани. Это название полное. Как бани называются? Баня-бочка, построенная по системе живая баня. Баня-бочка, построенная по системе живая баня. И на что обратил внимание, сразу зайдя в предбанник, это вот под этими тулупами... Это казачья традиция. Казачья традиция. Лежит человек, во-первых... Это уже после баньки отдыхает у нас девочка. Это уже дринк или это вообще... Нет, у нас ни в коем случае никакого алкоголя нет. Хорошо, да. Мы таблетки водкой не запиваем. Понял. Да, девушку прикрыли. И, в общем-то, буквально одну минутку, чем вот эти бани, они все-таки хороши и почему в них стоит париться? Здесь случился симбиоз. То есть есть сейчас строители, которые делают бани. И есть банщики, которые парят в банях. Но строители не парят, а банщики не строят. В результате получается, что одни делают одно, другие делают другое, друг на друга потом потихоньку матерятся. А в данном случае ребята пошли по правильному пути. Они пришли к банщикам, спросили, ребят, как вам лучше сделать? Мы приехали прямо на конвейер, посмотрели весь техпроцесс, изменили кое-какие детали, поменяли кое-какие доработки сделали. И изобретение, которое называется «Живая баня», это порядка 80 пунктов, которые необходимо в бане иметь, которые в бане необходимо выполнять. Мы эти изобретения в этой бане воплотили отчасти. И все-таки, Иван, помимо казачьей традиции закутывания в тулупы, все-таки сердце бани – печь и парилка. В чем особенности, в чем кардинальное отличие? Обычно бани становятся фольгированными душегубками. То есть зашивают фольгой, делают консервную банку, и там нагоняют 120 градусов. Шкафы для кур-гриль. Да, и там получается крематорий вместо бани. Нашу баню мы обеспечили несколькими воздуховодами. В каждом воздуховоде воздух нагревается и проникает внутрь бани постоянно, круглосуточно, круглогодично. Всегда идет воздух, но этот воздух нагрет. И он нагрет за счет печи. За счет печи. И воздух приходит с улицы. То есть всегда свежий. Всегда свежий обновляемый воздух в парной. Да, и поэтому в этой бане можно дышать. Мало того, когда человек лежит на полке, у него голова находится фактически в атмосфере улицы. То есть у нас нет перегрева, соответственно, нет усталости. Да, голова не перегревается, волосы не страдают, шапка не нужна. Дышит человек с улицы. В это время мы его тихонечко догреваем. На момент, когда он проходит фитотерапию, когда он проходит ароматерапию, тогда он дышит вместе с банщиком из пространства бани. Но потом, когда начинается уже глубокий прогрев, и голова начинает тихонечко... Ехать, плыть. Да, в этот момент мы человечка помещаем вот в эту вот камеру, которая дышит. Поднимешься хоть чуть-чуть выше. Подниматься чуть выше не будем. Если чуть выше поднимемся, то мы уже ничего не снимем, она тут же запотеет. Прямо вниз, прямо она вниз. Вниз пола. Пола горизонтальную съемку можно... Ну, сейчас уже не перевернешь. И вот полок. Вот видно под полком у нас ящик-корабушка, через который идет воздух. А вон тряпочка, за которой находится воздух. Заходится воздух. И сейчас вот еще ароматерапия, да? То есть там веники с соответствующим запахом. Веник всегда подбирается под человеком. У нас более 70 видов веников. 70? Да, каждый веник со своей травкой. Вот сейчас вот Ванечка взял веники со зверобоем, да? Со зверобоем. Вот эти вот венички со зверобоем, они сейчас пойдут работать на этого парня. А на голове там лежат венички с другими уже травами. То есть там, скорее всего, сейчас взята смородина и, скорее всего, сирень. Ну, смородина и сирень, это вообще... Ну, это веники березовые, в которые добавлены ветки соответствующих травм. И в целом получается ароматерапия и фитотерапия. То есть любой человек, приезжая в Сочи, может вообще прийти здесь и попариться сейчас? Да, в течение 4 часов. В течение 4 часов? В ближайших 4 часов. Через 4 часа мы отсюда уже будем собираться. Где базируетесь, Иваны? Где вообще у вас... Ну, вот сейчас там и в Челябинске, и эти бани можно заказать в Челябинске. В Челябинске. Да, то есть это Кедровый рай. Наберите Кедровый рай. Кедровый рай в интернете. В бане. В интернете. Ну, а для того, чтобы вы получили именно такую баню, нужно сказать, что мне нужна баня по технологии «Живая баня». Технология «Живая баня». То есть вот это запатентованная сейчас бренд «Живая баня». И мы можем любую баню, фактически любую баню, переделать в живую баню, которая будет оживлять, а не убивать человека. Так.